Продолжу косметикой для дома. Купила я вот такие влажные салфетки универсальные для себя. Здесь у нас 40 штук и они содержат антибактериальную пропитку. Нравятся мне эти салфетки. Постоянно беру либо такие, либо в магазине у нас были. Просто салфетки я покупала раньше другой фирмы, но они пропали и я уже перешла на такие Фаберлик. Немного надоел запах, но мне нравится, что они идут антибактериальные. Очень удобно ими протирать любые поверхности. Решила я попробовать вот такой отбеливатель кислородный Экстра Окси для ослепительно белых вещей. Спрашивала в прошлом видео у моих зрительниц, как им вот этот отбеливатель. И решила все-таки приобрести, потому что у меня есть такие вещи, которые нуждаются в осветлении. Несколько у меня кофт стали серыми. Я надеюсь, что это средство поможет. Есть несколько способов применения этого отбеливателя. Можно добавлять и в стиральную машину при стирке. Также выводить пятна можно и замачивать. Внутри находится мерная ложка. У меня мама в прошлый раз купила такой отбеливатель. Кстати, надо будет ее спросить, понравился он ей или нет. Заказали у меня вот такой набор. Освежающий крем-гель для душа. Изысканный уход. С молочными протеинами и с освежающей мятой. Это гель для душа, линейка для крем и вот такой антиперспирант. Очень красивый дизайн у этого антиперспиранта. Зелененький шарик. У геля для душа очень приятный аромат. Именно такой перечной мятой. Если вы знаете, как пахнет даблминт. Вот пахнет именно так. Очень приятный аромат. Мне очень нравится. Классная серия. В следующем каталоге в серии для крем появляются новые продукты. Это фисташковые. Как обычно я заказала вот такие влажные салфетки. Они всегда идут со скидкой. По очень выгодной цене. И я каждый раз, когда заказ оформляю, я кидаю в корзинку вот эти салфетки. Мне нравится, как они пропитаны. Не слишком влажные, не сухие. А именно в самый раз. Очень приятные отдушки у этих салфеток. И у пропитки этих салфеток есть антибактериальный компонент. Но они не содержат спирт. И также содержат сок листьев алоэ и бесоболон. Очень хороший состав у пропитки этих салфеток. Вообще классные салфетки. Я всем рекомендую попробовать, если вы не пробовали. И они все очень классно пахнут. Заказали у меня вот такой крем Ботаника. Это 40 с плюсом. Иглица и радиола розовая. Не пробовала я эту линейку. Это бюджетная серия. Она идет по возрастам. Здесь все зафольгировано, запечатано. Я надеюсь, что клиентке понравится этот крем. И заказали у меня крем для ног дезодорирующий. С пролонгированным эффектом. С экстрактом лотоса. Линейка про ноги. Такие кремы постоянно у меня заказывает. И мама все время берет. Ей нравится. И клиенты тоже покупают. Потихонечку переключаемся на парфюмерию. И у меня вот такая вот новинка каталога. В прошлом своем видео я уже вам рассказывала свои впечатления об этом аромате. Я покупала пробник и тестировала. В этот раз у меня мама очень захотела этот аромат в подарок на 8 марта от папы. В общем, она решила вот такой вот подарок себе выбрать. Она тоже потестировала этот аромат. Ей он очень понравился. Хочу начать с упаковки этого аромата. Очень красивая коробочка. И здесь картина, которую нарисовала сама Рината Литвинова. Очень красиво. Я не стала бы выбрасывать эту упаковку. Красивая очень картина. И просто шикарный, шикарный флакон. Мне напоминает этот флакон рубин. Цвет такой тоже рубиновый. С огранкой. Здесь 60 миллилитров. Очень толстое, добротное стекло. Крышка пластиковая. И потрясающий просто аромат. Очень чувствуется хорошо здесь роза. Этот аромат очень долго держится на коже. Он сладковатый, томный, густой, как варенье. На мой взгляд, с очень приятной сладкой ноткой ягод, красных ягод. Древесная подложка у этого аромата. Мне нравится, как этот аромат меняется. Он по истечению времени меняет свое звучание. Вначале может показаться не очень интересным аромат, похожим на другие ароматы от Фаберлик. Но потом аромат раскрывается. Мне очень нравится этот аромат. Какая-то там загадка в этом аромате все-таки есть. Думаю, что маме этот аромат тоже понравится. Замечательный просто на подарок. И в этом каталоге очень выгодная цена на этот аромат. Я уже не стала зачитывать нотки, пирамиды, потому что в прошлом своем видео я уже это все сделала. И прочитала, и написала, и все в одном. Я заказала еще один вот такой пенал для парфюмерных пробников от компании Фаберлик. Я всегда покупаю все пробники, которые, все-все-все новинки, которые появляются. Я всегда покупаю пробники. Мне очень интересно потестировать. И я купила пробник новинки следующего каталога. Это аромат Каори Юзу. Это новинка четвертого каталога. И это цитрусовый аромат, оттененный нотами зеленого чая. Аромат напоминает о первой любви прозрачными цитрусовыми нотами, в которых солирует солнечное звучание Юзу, японского лимона. Ноты сердца мгновенно очаровывают нежностью белых цветов и хрупкой женственностью розы. Мускусный шлейф остается на коже, как тень прекрасного воспоминания. Ноты аромата Юзу, японский лимон, зеленый чай, белые цветы. Это основные ноты этого аромата. Флакон будет иметь вот такую вот форму, точно такую же, как и обычный стандартный флакон Каори. Но только содержимое идет такого желтого лимонного цвета. Интересное описание. Странно, почему они выбрали сезон именно вот этот. Потому что аромат очень летний. Это просто само лето во флаконе. Однозначно цитрусовый аромат на любителя, я бы сказала даже. Для тех, кто любит цитрусовые ароматы, жизнерадостные, свежие, легкие, парящие, солнечные. Я очень люблю такие ароматы именно на летом. Я думаю, что этот аромат особенно понравится тем, кому нравится аромат фантази от Фаберлик. Он у меня есть. Это аромат зеленого чая для меня. Очень-очень яркий такой акцент лимонный именно. Не какие-то там апельсины, мандарины, а именно пахнут лимонами. Пока я больше ничего не чувствую, мускусные нотки, вот эти мускусные нотки, они обостряют вот эту кислинку и сочность лимона. Аромат звонкий, пахнет коркой лимона. Очень легкая база, то есть шлейф у этого аромата. Нравится вот эта терпкость, зеленость, цитрусовость. Я в принципе люблю цитрусовые ароматы, особенно на жаркое время года. И как я уже сказала, этот аромат понравится тем, кому нравится аромат фантази от компании Фаберлик. И аромат, на мой взгляд, подходит исключительно на летнее время года. Когда жарко, когда не хочется никаких сладких ароматов, никаких тяжелых ароматов. Этот аромат не задушит обладательницу и не задушит никого вокруг. Я подумаю над приобретением данного аромата. Выгодная цена в следующем каталоге, в новом. Мне аромат понравился. В текущем каталоге за свои заказы мы собираем вот такие карточки. Твой бонус, который мы активируем в своем личном кабинете. Я имею ввиду консультанты. И получаем в следующем каталоге скидки на разные категории косметики и продукции. И у меня вот есть кучка таких вот карточек, которые я уже активировала. Какой-то сбой произошел в программе, когда я оформляла прошлый заказ. И у меня на втором шаге появилась возможность заказать продукцию по следующему каталогу. Я не являюсь вип-консультантом, поэтому наперед я новые продукты следующего каталога брать не могу. Но в этот раз так получилось, что я это сделать смогла. И купила два продукта. Новинки следующего каталога. Четвертого. И у нас в линейке Фаберлик СПА появляется новая линейка под названием Дары Майя. Это шоколадная линейка. Я когда увидела, я сразу поняла, что мне обязательно что-нибудь оттуда да надо. И я воспользовалась вот таким вот купоном, карточкой. И купила шоколадную маску обертывания для волос с маслом какао и иланг-иланг. Здесь у нас всего 200 мл. И так, у нас здесь в составе масло какао. Я уже вдаваться в подробности не буду. Я уже этим продуктом воспользовалась. Здесь шоколадного цвета маска. Густая. Насыщенного такого цвета. И пахнет очень приятно. Молочным шоколадом. Сладко. С нотками, наверное, кокоса. Вот как пахнет шоколадка, когда вы ее открываете. Даже какие-то нотки орешка. Очень сладко. Очень вкусно. Нам хочется взять ложку, зачерпнуть и съесть эту маску. Настолько приятный здесь запах. Просто безумно приятный. И эта маска очень легко распределяется по влажным волосам. Ее нужно выдерживать 3-5 минут. Оборачивать волосы не нужно. Вопреки названию, которая здесь. Маска обертывания. Ничего обертывать не нужно. Держала я эту маску, наверное, 5 минут на своих волосах. Заметила, что она не очень питательная. Такая легкая. По сравнению с масками Салон Кея, например, Смарт Кератин или та, которая смаз с маслами. Это более легкая по своим свойствам. Она не такая питательная. Соответственно, она не будет утяжелять ваши волосы. Она для меня работает именно в качестве, как кондиционер. Не перепитывает волосы. Подойдет для нормальных волос, наверное. Или для склонных к жирности у корней. Если у вас волосы слишком пересушенные, слишком обезвоженные и испорченные. Эта маска вам волосы не спасет. Для более таких сухих волос я бы порекомендовала присмотреться к маскам из линейки Салон Кея. Тем не менее, пока мне маска понравилась. Буду дальше этой маской пользоваться. И, конечно же, свое впечатление вам расскажу в пустых баночках. Пока первое впечатление вот такое. Но за один только запах эту маску стоит купить. Это точно. И еще один продукт у нас в серии La Creme. В следующем каталоге выходит линейка «Ароматное удовольствие» с фисташковым маслом и молочными протеинами. И я также по карточке «Твой бонус» взяла вот такой крем. Я когда увидела, что появляется в линейке La Creme фисташковая вот эта вот серия, я поняла, что я обязательно не пройду мимо. А куплю и гель для душа. В следующем каталоге куплю, кстати, еще и гель для душа. Очень-очень-очень сильно люблю аромат фисташки в косметике. Вообще мне нравится запах и аромат фисташки. Поэтому для любителей фисташковых запахов обязательно к приобретению. Крем имеет плотную текстуру, приятную очень, которая увлажняет и смягчает кожу, очень быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. Как мне показалось, этот крем такой средний и не слишком легкий, и не слишком питательный. Подойдет на дневное использование. Особенно он подойдет для тех, кто работает с бумагами, так как он очень быстро впитывается. И поверхность рук такая становится как будто бы бархатная, бархатная и немножечко как будто бы припудренная. Не знаю, как это чувство объяснить. В общем, вот этой жирности, как у кремов из линейки Beauty Cafe, в этом креме нет. Мне кажется, это большой плюс. С потрескавшейся кожей рук, конечно же, не справится. Но мне крем сам очень понравился. И аромат действительно пахнет фисташками. Особенно очень яркий аромат фисташки в начале, когда вы только наносите этот крем. Потом же он немножечко более парфюмерным становится. Но тем не менее, он остается таким же безумно-безумно приятным. Мне очень понравилась эта серия. Обязательно себе прикуплю в следующем каталоге и гель для душа. Это была вся продукция, которую я заказала. Я надеюсь, что вам мое видео понравилось. Ставьте пальчики вверх. Если да, подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне в гости. И обязательно оставляйте ваши комментарии. Я вам желаю хорошего дня и хорошего настроения. Всем пока!